Долгожданное тепло. В Ярославле отопительный сезон начался раньше положенного срока. В погоне с преследованием в ростовском районе уроженец Азербайджана пытался скрыться от полиции. Выставка «Откровений» в художественном музее открылась экспозиция, посвященная одному из самых волнующих жанров в искусстве. Сегодня начинается подключение отопления в жилые дома Ярославля. В связи с этим Департамент городского хозяйства организовал работу телефонной горячей линии. Теперь по всем вопросам, связанным с началом отопительного сезона, можно обращаться по телефонам 40 39 36, 40 39 32, 40 39 41 и 40 46 86. По мере необходимости можно обращаться и в диспетчерскую службу своей управляющей компании, номера телефонов которых указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Директор Департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Николай Степанов возглавит Яргор Электротранс. Такое решение было принято на последнем заседании Совета директоров предприятия. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии. Заместителем председателя Совета директоров стал депутат муниципалитета Михаил Халтян. В Ростовском районе погоню с преследованием устроил уроженец Азербайджана. Он пытался скрыться от полиции, нарушая правила дорожного движения. Мужчина ехал в сторону Москвы со скоростью 150 км в час, не обращая внимания на требования сотрудников ДПС. Догнать нарушителей удалось только у поселка Семибратово, где водитель не справился с управлением. Автомобиль перевернулся и загорелся. Пострадавших нет. Я не останавливал машину, опасался от своей жизни, от своей безопасности. Я продолжал дальше ехать. И потом попал в ДТП, и после этого мне забежали. В салоне оказалось три пассажира, водитель и еще два пассажира. Один молодой человек и одна девушка. Спросили у водителя, чей это автомобиль. Он заявил, что это автомобиль отца пассажира, с которым он двигался. На пересечении улиц Свобода и Володарского столкнулись две иномарки – Chevrolet и Hyundai. ДТП произошло около двух часов назад. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали. А вот ремонт машин доставит виновнику немало хлопот. Из-за аварии движение по улице Свобода заметно уплотнилось и замедлилось. Ехали по Свободе на зеленый свет. Водитель Соляриса решил подрезать или повернуть, я не знаю, но он из Подмосковья. И не пропустил, и все, вот и док. Поворачивал, не заметил машину, и все. Горел свет зеленый, и им, да, получается? Только и мне горел, и оттуда поворачивал. Триумф Венеры – Ню в искусстве. В Ярославском художественном музее открылась экспозиция, посвященная одному из самых древних, тонких и волнующих жанров искусства – Ню. Экспонаты откровенной выставки посмотрела корреспондент Юлия Кузнецова. Обнаженная натура – не просто жанр, а символ мирового искусства. В запасниках музея еще с начала 20 века скопилось около тысячи работ, в которых в разной интерпретации использованы образы неприкрытых тел. То есть есть темы, которые, может быть, более или менее представлены в какой-то период, но тема обнаженного женского тела настолько всегда была популярна у всех художников, что эта тема представлена очень полно и разнообразно. Картины, скульптуры из дерева и камня, графика – кардинально различаются и по технике выполнения, и по манере подачи. Но их всех объединяет одно – воспевание красоты женского тела. Организаторы попытались разместить работы всех именитых творцов, работающих в этом пикантном жанре. Среди женских тел место нашлось и мужскому торсу. Визуальным символом выставки стал идеал античной богини любви и красоты Венеры, которая всегда изображалась обнаженной. Русские же художники в силу православной этики часто избегали обращения к жанру Ню, но 20 век это полностью восполнил. Этот жанр все-таки получил развитие в России, и в том числе в творчестве такого художника, вот мой любимый художник Владимир Васильевич Лебедев, который ламповой копотью, то есть черной акварелью, писал совершенно изысканные образы дам, прекрасных дам. Для посетителей Ярославского художественного музея представлены 100 работ художников Западной Европы и России с 16 по 21 век, с эпохи Возрождения до наших дней. Посетить ее может любой желающий до 15 декабря. Юлия Кузнецова, Денис Лосев, ЯНовости. У ярославцев появилась возможность увидеть героев мультфильмов не только на экране телевизоров. В музее-заповеднике открылась выставка «Волшебство анимации». Экспозиция позволяет проследить историю мультипликации от самых истоков и на примере подлинных эскизов увидеть, как рождались знакомые всем с детства персонажи. Обратную сторону мультфильма изучала корреспондент программы ЯНовости Светлана Гоффман. В этот дождливый день в Ярославль приехал человек, которому, кажется, нет дела до плохой погоды. Кирилл Поликарпов, известный многим как мультик, решил лично знакомить детей с отечественной анимацией, чтобы подрастающее поколение знало не только губку Боба. Как-то раз в музей пришла мама, привела свою дочурку и подвела ее к винтажной витрине и сказала, «Вот Машенька, посмотри, вот он Чебурашка». Девочка Машенька посмотрела, вся съежилась, слезы проступили у нее на глазах, она сказала, «Мама, а почему они такие страшные? Я ее боюсь». Выставку высоко оценил именитый гость, обладатель «Оскара» Александр Петров. Однако мультипликатор признался, что не считает смешариков и Машу с медведем достойными преемниками советской традиции. «Я оцениваю это средне, скажем так, для меня это не большого полета искусства. Мне не нравится, скажем, стиль, мне не нравится пластик. Я не буду говорить про смешарики, но они мне не нравятся даже по сценарию». Если современные смешарики оживают с помощью компьютера, то их предшественники, персонажи советских мультфильмов, рисовались от руки. «Понравились такие вещи, как, например, эскиз чебурашки, выполненный в миллиметровом размере, по которому потом эта кукла была изготовлена. Это подлинный, на самом деле, документ, который потом послужил для создания куклы». Выставка рассказывает и о том, что анимация намного древнее киноискусства. Здесь можно увидеть уникальные исторические артефакты, с помощью которых живые картинки создавались несколько столетий назад. Оживить свои собственные образы все желающие смогут на мастер-классе в Музее анимации 9 октября. Светлана Гоффман, Лев Белков, ЯНовости. Игроки волейбольного клуба «Ярославич» вызваны в сборную России до 23 лет. На чемпионат мира, который стартует через неделю в Латинской Америке, приглашены связующий Игорь Тисеевич и доигровщик Егор Лагунов. Прежде чем прибыть на молодежное первенство в Бразилию, сборная посетит Аргентину, где проведет товарищеский матч. Руководить командой будет почетный президент Ярославского клуба Сергей Шляпников. Пока это все новости. Если вы стали свидетелем интересных событий, звоните по телефону 77 20 40 в редакцию программы «Я Новости». Далее смотрите прогноз погоды Сергеем Грибушковым. А я Анастасия Сотникова. Прощаюсь с вами. Всего доброго. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – Московский цирк Никулина. Встречайте! С 14 сентября в Ярославле золотой цирк Юрия Никулина. Вашему вниманию знаменитый аттракцион с тиграми Карины и Артура Багдасаровых, а также лучшие номера звезд российского цирка. О погоде в Центральной России. В Москве и Твери пасмурно и до плюс 7. Во Владимире, Костроме, Вологде и Иваново облачно до 8 тепла, возможны дожди. Теперь о погоде в Ярославском регионе. В Рыбинске пасмурно, до плюс 9 пройдет небольшой дождь. На юге области, в Переславле-Залесском, прохладнее, там до 5 градусов. В Тутаеве облачно от 5 до 7 тепла, возможны осадки. Погода вновь не порадует жителей Углича. Весь день идут дожди и до плюс 7. В Ростове хмуро, сыро и не теплее 6 градусов. И, наконец, о погоде в Центре области. Мелкий дождь не устает барабанить по крышам Ярославля. Температура воздуха 5-7 градусов выше нуля. Ночью возможны заморозки. Спонсор прогноза погоды – ресторан «Ковчег». Ресторан «Армянская кухня «Ковчег». Уютное место в центре города, где вас ждет Европейский зал и Русский бильярд. Проводим банкеты и корпоративы. Бизнес-ланч с 12 до 16 часов. Прием заказов по телефону 64 с 12.12. Улица Свободы, 17 Г. Мы всегда рады вам в нашем ресторане. Встречайтесь 14 сентября в Ярославле. Золотой цирк Юрия Никурина с новой юбилейной программой. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова